Иерусалим Мы переедем с вами из Кишинева в Венгрию и поговорим о еще одной интересной личности. Линхенштейн жил в одно время с Рабиновичем. Они были современниками. Они находились просто... И очень интересно, что он был раввин. Знаете, есть такая тенденция, говорят, к Кишуа приходят необразованные евреи, которые не знают ничего, не понимают, ассимилированные, глупые, задуренные миссионерами. Настоящий раввин никогда не придет к Кишуа. Ицхак Линхенштейн доказал, что это возможно. Ицхак Линхенштейн был еврейский раввин, который... Давайте мы... То есть еврейский раввин, и мы посмотрим его жизнь дальше, в дальнейшем рассмотрим. Но начнем, конечно, с того, что он родился. Ицхак Линхенштейн родился в 1824 году, по другим сведениям, в 1825 году, 14 мая. И умер он 16 октября 1908 года. Он был венгерским ортодоксальным раввином, то есть он не был хасидом, он был представителем той стороны, которая была против хасидов. То есть он был сторонником таумудического, такого ортодоксального иудаизма. Итак, известный тем, что открыто признавал Иисуса как мессию, проповедуя Новый Завет в синагоге. Еще раз, он проповедовал Новый Завет в синагоге. Хотя при этом он отказывался креститься в христианской церкви всю свою жизнь. И только в конце жизни он сам себя крестил в микве. В конце концов, из-за гонения ему пришлось оставить раввинат в 1892 году, но продолжал до 1908 года проповедовать евреям о мессии. Ицхак Линхенштейн родился 14 мая в городе Николсбург. Он был первенцем в семье бедного Миламеда. Миламед – это учитель Торы. Кроме него потом родилось еще 12 детей. Вы представляете себе, что это было за семья, да? И по свидетельствам, у него была очень маленькая зарплата, то есть у его отца. И семья примерно из 15 человек жила в ужасных условиях. Их апартаменты состояли из одной комнаты, которая служила как для кухни, так и для гостиной и спальни. В возрасте 9 лет, когда он закончил начальную школу, Хедер, его мать отправила его в соседний город, чтобы он учился в Талму-Торе у подножья ног ученого раввина. То есть объясню вам, как это все выглядело. Вы помните, мы говорили, что евреи, они были какими? Такие, ну как бы общинными людьми. И вот, например, у нас две общины. Вот у нас община и соседний город. И в соседнем городе есть раввинская школа. Ну там есть известный раввин, садик. Что мы делали? Мы брали, например, Антона и говорили, Антон, иди в соседний город. Он приходил туда и говорил, я хочу стать учеником этого раввина. Его ставили на стол и на постель, на кровати. То есть каждый день он переходил из еврейского дома в еврейский дом, из дома в дом, где его кормили. А спал он в синагоге и учился там. То есть получалось, но если, например, из этого города в наш город ехал человек, так же самое. Он становался так же самое. Понимаете? То есть они таким образом заботились о учениках Торы. Они заботились о неимущих. Это была цдака. Это была хорошая такая забота, которой нам, наверное, тоже нужно поучиться. Итак, почему это все делалось? Ну потому что, во-первых, семьи были бедные. Да? И, кстати, вы знаете, да, слово халява что значит? На шару. На шару, да, бесплатно. Халев на иврите молоко. И в еврейских семьях, в еврейском кругу халев это было как бы для бедных. То есть брали, отливали вот молоко и раздавали бедным. Халев. Или продавали это молоко, покупали хлеб и давали бедным. Безвезмезно. Безвезмезно. Халев. На халяву. И поэтому вот это слово, ну, вот они жили таким образом. Они приходили, о них заботились, они учились Торе, они получали знания. И, знаете, потому что в то время мы же уже говорили, что знание Торы было довольно, считалось довольно престижно. То есть богатый человек мог взять себе, ну, для своей дочери в мужья какого-нибудь бедного Ицека, но главное, чтобы он хорошо знал Тору. Вот это было самое-самое главное шоу. Вот умный пойдет. Итак, смотрите, в 1843 году Ицхак Лимфенштейн получил смеху. Смеха – это назначение, рукоположение в раввины. В 20 лет он уже стал раввином. Он начал службу раввина в городке Сарваз. Он там служил 5 лет. И, наконец, переехал в Тапио-Зеле. Это город, где он прослужил более 35 лет. 26 апреля 1854 года он женился на Фаните Хоффер. И в этом союзе у него родилось 3 девочки и 1 мальчик. Мазал Туф. Это хорошо. Я вам еще раз повторю, почему я читаю биографии. Когда они родились, кто у них был папа, кто был мама, что они делали, почему это важно. Мы можем понять этих людей, кем они были. Понимаете? Если человек вырос, если он в 20 лет стал раввином, и в 9 лет он ушел из дома, да, жил у чужих людей и учился, то есть это понятие, что человек жаждал учиться. То есть он был ревностным, он хотел, он был уважаемым раввином. Его сделали областным, то есть он был как бы раввин над раввинами. Он наблюдал за ними. Он смотрел, чтобы они вели себя хорошо и культурно. Он смотрел, чтобы они нарушали заповеди, чтобы они не обижали вдов, чтобы не обижали сирот. Он занимался такими вещами. То есть это говорит о чем, что этот человек обладал очень большим сердцем. Он обладал хорошей мудростью, он обладал хорошими знаниями. Итак, смотрите. Он, смотрите, что происходит. Как и с Рабиновичем, в жизни Лимхеншейна все начинается с Нового Завета. Все начинается с Нового Завета. Он был уважаемым человеком в своем городе, в еврейском мире, в Венгрии. Он часто консультировал евреев, у которых были сомнения относительно их веры. Приблизительно в 1853 году, то есть когда он переехал, помните, да? Переехал в этот другой город, где он уже потом 35 лет был раввином. К нему пришел школьный учитель, преподававший в светской школе, и принес книгу. И попросил раввина высказать свое мнение по поводу этой книги. Это был Новый Завет на немецком языке. Он перелистнул эту книгу, посмотрел, почитал. И сказал, это не наша книга. И выкинул ее за спину. Книга полетела и упала за шкаф. Скажем, упала за шкаф. И она там лежала 35 лет. Послушайте, она пролежала более 30 лет. 30 лет она лежала. Представляете себе? Спустя 30 лет. А вы представьте себе, приходит кровяной человек и приносит ему Новый Завет. Книгу тех. Послушайте, кто гнал его? Я вам прочитаю, зачитаю просто момент. То, что говорит свидетельство самого Линхенштейна. Насмешки, презрения, побои и разного рода оскорбления были нашим уделом даже от рук христианских детей. Я до сих пор помню камни, которым забрасывали нас, когда мы выходили из синагоги. И как, когда мы купались в реке и не могли ничего сделать, они бросали нашу одежду в воду со смехом и оскорблениями. Однажды с печалью и слезами я видел, как мой отец, не колебаясь, упал на колени перед каким-то важным господином только потому, что он якобы недостаточно быстро уступил ему дорогу на узкой тропинке. Эти печальные случаи достаточно хорошо известны, чтобы их описывать. И слава Богу, что такое преследование евреев христианами является делом далеко-далекого прошлого. Так что детские впечатления оставили во мне глубокий след. И так, как в зрелые годы у меня не было оснований менять их, «Неудивительно, что я стал думать, что сам Христос является бедой и проклятием для евреев, источником и причиной наших несчастьй и преследований». Это он написал в своем исповеди «Еврейское зерцало». Послушайте, человек, который прошел через такое, ему приносят книгу людей, которые его гонят, которые издеваются над его народом. Что он делает? Конечно, он берет эту книгу и выкидывает. Потому что он думает, что это книга, в которой описано, как не любить евреев. Понимаете, да? И что сам Ешо, сам, наверное, первый антисемит. Но прошло 30 лет, и произошло событие в городе Тиса-Эслар, которое будет известно как «Кровавый навед». Тиса-Эслар или Тиса-Эсларское дело. То есть это было в 1882 году, в 1883 году. Я хочу, чтобы вы просто поняли, что в Венгрии немножко было полегче. Полегче, чем в России. Потому что, когда Иосиф II, это был император Австро-Венгрии, когда он пришел на престол, он облегчил состояние евреев в стране. Они издали 31 марта 1783 года указ, который отменял притеснение евреев. Евреям стало разрешено селиться по всей стране. То есть у них были свои гетты когда-то, но потом пришел момент, и им разрешили селиться по всей стране. И все, что могло оскорблять их религиозные чувства, было устранено. То есть они могли спокойно исповедовать иудаизм. Иудаизм стал государственной религией, то есть наравне с христианством. Евреям разрешалось торговать порохом и селитрой. С другой стороны, евреи должны были отказаться от лечительных признаков, приписанных религий и брить бороды. Также они изменили фамилии. Вы знаете фамилии Розенберг, Ринхенштейн. Это скорее не фамилия, это прозвище. Потому что у евреев не было фамилии в нашем понимании. Там был, например, Давид, сын Иосифа. Из местечка, из Черноморска. А они заставляли их носить уже, ну как бы, писать фамилии. Хорошо. Давайте мы поговорим немножко о Кровавом Навете. Кто знает, кто кроме Галии знает о Кровавом Навете? Вообще, что такое Кровавый Навет? Я думаю, что в чем-то обвинили людей. Хорошо. Смотрите, существует обвинение евреев в убийстве людей, других вероисповеданий, главным образом христиан, для использования их крови в ритуальных целях. В основе Кровавого Навета лежит фольклорный сюжет, согласно которому евреи ежегодно приносят в жертву христианского ребенка и используют его кровь в своих религиозных обрядах. Знаете, как говорят, на Пасху они ловят детей, берут их кровь и добавляют в мацу. Ну понятно, что это ложь. Понятно, что мы с вами понимаем, что это ложь. Но многие люди в это верят. А в то время верили практически все. В то время Кровавый Навет это было аксиома. Понимаете? Итак, что же произошло в этом городе Тисла-Эссер? В маленьком еврейском венгерском городке 12 евреев и одна еврейка были брошены в тюрьму по обвинению в том, что они убили христианскую девочку Эстер Самиосси, чтобы использовать ее кровь в ритуальных целях. Но самой трагической частью этого случая было то, что они взяли маленького, ну взяли еврейского мальчика, забрали его и запугали его до такой степени, что он начал говорить. Да-да, я видел, я видел, как они это делали, я видел, как они брали эту кровь, я видел все. То есть он начал свидетельствовать против них. Но что произошло? Эту девочку потом нашли. Живую. Ну, как вам сказать живую? Они нашли ее мертвой, но не было вот этого, то, что рассказывали. Она утонула просто. Она просто утонула. Но на основании этого по Венгрии пошли еврейские погромы, начали громить евреев. И смотрите, ну самое интересное, в Венгрии христиане стали в защиту евреев. Они выступили против. Тот же доктор Франц Делищ, который мы говорили из Липсисского университета, он просто, не просто он говорил, что это не евреи, он просто доказал, и по Писанию доказал, что евреи не могут этого делать. Потому что согласно еврейской религии, вере, они не могут использовать кровь. И поэтому вы знаете, что у евреи есть такой шохет. Шохет – это тот человек, который убивает животных. И он убивает их так, чтобы вся кровь вытекла. То есть евреи, если кровь попадает в пищу, еда становится некошерной, трефной. И евреи не могут ее кушать, понимаете, да? Но антисемиты, они говорили так, евреи на самом деле, они что делают? Они берут кровь. Почему? Потому что в Египте, помните, они же кровью мазали косяки? Мазали. Почему? А христиане же, они берут, как христиане, они тоже берут кровь. Мы берем же кровь Иисуса, да, причащаемся. Так и они берут кровь христианина и причащаются таким образом, чтобы получить силу крови Иисуса, чтобы получить силу, которую имеют христиане. То есть понятно, что это был бред. Понятно, что это было неправда. Но люди в это верили. И знаете, невежество рождает невежество. И были люди, которые разжигали вот это невежество, потому что можно было пограбить. Можно было получить какую-то власть над толпой, над людьми. К сожалению, до сегодняшнего дня кровавый навет остается живой мифологией. То есть до сих пор, до сих пор многие христиане в православной, католической, протестантской, атеисты, кстати, верят, что евреи берут кровь и используют ее в каких-то магических целях. К сожалению. Но Господь, слава Господу за тех верующих, которые просто опрокидывают, опровергают вот эту ложь. Знаете, они разрушают вот эти легенды. В статьях, написанных в защиту евреев, я часто встречал места, в которых о Христе говорится как о том, кто несет радость человеку, как о князе мира и спасителе. И его Евангелие превозносилось как весть о любви и жизни всем людям. Я был удивлен и едва мог поверить своим глазам, когда нашел в укромном уголке Новый Завет, который 30 лет тому назад я с раздражением взял у учителя-еврея. Я стал перелистывать страницы и читать, как можно описать впечатления, которые я получил. Смотрите, что он пишет. Из каждой строки, из каждого слова пришла еврейская духовность. Свет, жизнь, сила, настойчивость, вера, надежда, любовь, чистота и безграничное непоколебимое доверие к Богу, наслаждение в изобилии, умеренность к самоотречению, удовлетворение вне необходимости, симпатия, дружелюбие, уважение к другим, но в то же время крайняя строгость человека для себя. Все это было найдено в этой книге. Все благородные принципы, все чистое нравственное учение, все патриархальные добродетели, которые были украшением в эпоху Израиля и которые до сих пор до некоторой степени по-прежнему украшают потомкам Якова, сделали это более сложным и простым способом, и делают это тяжелым способом, оказались простыми в этой книге. Есть бальзам для всех духовных болезней, утешение за всю скорбь, исцеление для каждой раны, возобновление веры и воскресение жизни по Божьей милости. Равин, который увидел, который попал в мясорубку, опять же, смотрите, он был мудрый человек, уважаемый человек, началась вот эта кампания, антисемитская кампания, он вдруг увидел христиан, которые стали, вместо того, чтобы соглашаться с толпой, бей евреев, они начали что делать? Они начали говорить, это неправда, это неправда, и он читает, и он пишет, Иисус хороший, Иисус князь, царь Израиля. И он подходит, находит вот этот Новый Завет, и думает, я посмотрю, что в нем написано. Он открывает страницы, и вот это то, что он выражает, он находит совсем не то. тот Иисус, оказывается, Ишуа, чужой Иисус, оказывается живым Машеехом. Оказывается, то, что было, помните, для Рабиновича, Ишуа Ахину, Ишуа мой брат. Помните, я вчера вам рассказывал мое представление, что делает дьявол. Дьявол уводит евреев от Христа, от Машееха. И он использует, к сожалению, и верующих христиан, он использует все возможности, чтобы евреи не обратили внимания на эту глубину и эту красоту. Понимаете? Когда Ишуа Нового Завета входит в еврейский дом, этот дом становится синагогой мессианской. Понимаете? Поэтому, если у вас будут друзья евреи, советуйте, читайте с ними Новый Завет, общайтесь на Новозаветные темы, говорите об этом. Понимаете? Это важно. И я очень вас прошу, знаете, исследуйте Писание, исследуйте вот эти все вещи, вот даже этот кровавый навет. У меня бы, вот, мы как бы делаем передачи даже такие, разрушая мифы, в которых мы берем вот такие моменты и говорим, показываем, что говорят, что говорит Писание. Потому что это важно, это очень важно, чтобы евреи увидели в нас друзей, евреи увидели в нас Ишуа, живущего в нас. Понимаете? Многие, вот, как он пришел к вере? Он видел христиан, которые гонят евреев, и он видел христиан, которые защищают евреев. И он подумал, почему эти евреи и христиане не такие, как эти? И он понял, что весь секрет в отношении к Ишуа. И когда он решил разобраться с этим, Господь разобрался с ним. Как писал Рабинович, да, Господь нашел меня на Гиллионской горе, Господь нашел Цхака Лихенштейна, Равина, когда он читал Библию, когда он читал Новый Завет. Вероятно, в 1883 году, после тщательного изучения Нового Завета, Равин пришел к признанию того, что Иисус и Ишуа был обещанным мессией евреев. Это принесло новую, неслыханную жизненную радость, которая поддерживала до самой смерти, даже в самые трудные времена. Но эта истина также имела шокирующий эффект. Ибо если Иисус был мессией, как ему, еврею и Равину, можно было жить спокойно с этой истиной? Почему я должен это отрицать? Как я могу не слышать? Я должен был победить себя. И это была великая духовная печаль и мучение. Ручка дрожит в моей руке, мое сердце дрожит внутри меня, потому что я публично пишу о своих мыслях, чувствах и о том, что я понимаю. Пишет в одном из первых своих трактатов Равин. Бог начал работать в сердце Равина. И, возможно, он невольно начал искать способ поговорить со своим народом. Два или три года Равин Лихенштейн хранил это убеждение внутри себя. Знаете, он верил в себе. Он читал Новый Завет. Он оставался Равином в синагоге. И он проповедовал. Вы знаете, что в синагогах тоже проповедуют. Говорят какое-то слово. Вот он говорил свои слова, основанные на притчах и на историях из Нового Завета. То есть он не говорил, что напрямую истории были взяты из Нового Завета. Но он говорил своим людям. И они начали видеть, что эти истории, ну как бы, ну люди начали по-другому воспринимать это. То есть они любили своего Равина, они любили Лихенштейна. И вот однажды он не выдержал, однажды в субботу в 1886 году, читая проповедь, основывая на притче Христа о гробах окрашенных, да, вы помните эту притчу, он открыто объявил, что предмет его проповеди взят из Нового Завета. И сказал, что Иисус есть истинный Мессия, Спаситель Израиля. В конце концов, он изложил свои идеи в трех публикациях, появившихся одна за другой, что произвело огромную сенсацию среди евреев не только в Венгрии, но и по всей Европе. И неудивительно, ведь дело касалось старого и уважаемого Равина, еще исполняющего свои обязанности, и призывающего свой народ полкими словами встать под знамя Иисуса из Назарета и приветствовать Его, как истинного Мессию и Царя. Я хочу вам сказать, что каждый раз, когда происходят такие события, знаете, идет реакция. Равина обозвали сумасшедшим. Каждый раз, когда вот Рабиновича, сказали, продался, то есть каждый раз, когда происходят такие моменты, говорят, ну, сошел с ума, заболел. Ну, они не могут понять, как человек в здравом разуме может прийти к Ешо, к этому пониманию. То есть, ну, Равин не может, ну, как же так, он же умный, мудрый человек, ну, почему? Почему так произошло? А все было очень просто. Он просто уверовал, Ешо. Новый Завет открыл ему истину. Итак, смотрите, его вызвали, его вызвали на, скажем, на разбор, на разбор полетов. Знаете, как у нас говорят. В Венгрии его вызвали в центральный раввинский такой орган власти, где от него потребовали объяснений, что происходит. И он встал и сказал, я рад буду взять свои слова назад, если вы мне докажете их неправоту. Я готов согласиться с вами, отрягтись, но докажите мне, что я неправ. То есть, он не побоялся вот в таком, скажем, кругу, раввинов встать и сказать, я требую объяснений. Главный раввин Самуиль Кон предложил компромисс. Раввин Линхенштейн может верить во что угодно в своем сердце. Пусть он только откажется от проповеди Христа. То есть, помните этот момент, да, в книге Деяния апостолов? Да. Не нужно проповедовать во имя этого человека. Не надо. То есть, идите, делайте, что хотите, но не проповедуйте во имя этого человека, во имя Христа. Как-то вот так библейски параллельно получается. И он говорит, верь себе, будь раввином, верь себе тихаря, тихонечко в своей синагоге, ничего не говори никому, главное. Просто не проповедуй. А что касается ужасных статей, то есть, вы помните, он написал три статьи, да, три буклета, которые, в которых он выражал свою, в которых он выражал свою, свою веру. Они говорят, ну, мы напишем, что это было временное умопромрачение. Ну, ну, просто ты, была меланхолия, у тебя был кризис какой-то психологический, и ты просто вот написал эти документы. То есть, мы тебя, ну, отмажем перед всеми другими. Ленхинштейн ответил спокойно, но с достоинством, что это странное предложение позволяет ему увидеть, что он как раз только что пришел в себя. Он говорит, ребята, на самом-то деле, то, что вы мне предлагаете, еще более утверждает в том, что я в правильном положении. Затем они потребовали, что он подал в отставку и принял формальное крещение, на что он ответил, что не имеет намерения присоединяться к какой-либо церкви. Он нашел в Новом Завете истинный иудаизм и останется, как и прежде, со своей общиной и будет проповедовать в синагоге. Смотрите, дело в том, что в Венгрии, мы уже говорили, иудаизм был официальной религией. И чтобы человек, который занимает должность пастора, священнослужителя, раввина, его нельзя просто было выгнать, как вот в России, например, скажем так, раввины хасидские не принимают Рабиновича, все, пошел вон, мы тебя не принимаем, кто ты такой? А здесь он официально является раввином, и чтобы его снять с должности, он должен сам захотеть это сделать. То есть его нельзя просто вот так взять и выкинуть. То есть он защищен. Но он говорит, нет, я останусь в своей синагоге, со своей общиной, я буду верить, я буду проповедовать. Он так и сделал, несмотря на преследования и упреки, которые обрушились на него. Исполняя свои обязанности районного раввина, он продолжал учить и проповедовать из Нового Завета. Это было трогать, смотрите, очень интересно, что его община приняла его. Община, которой он был раввином, они не отвергли его. То есть на них пошло давление, на эту общину пошло давление. То есть у этих людей перестали покупать, их перестали приглашать на работу, понимаете, да, им начали отказывать в судах, но они все равно до конца держались за своего раввина, за своего пастора. Они держались, они любили его, они верили, они доверяли ему. Но когда он увидел, что вот его позиция приносит разрушение общения людям, он отказался ради людей, он подал в отставку. Прошло в 1892 году, он добровольно подал в отставку. Итак, и здесь у нас возникает еще одна интересная параллель. Вы слышали о многоуровневых романах, да? Как бы есть роман, в котором идут разные линии, они пересекаются, да, и потом есть какие-то последствия, финал, то есть и вот в ноябре 1893 года в Лондоне была создана миссионерская организация, которая была называть, которая в будущем будет названа еврейский, христианский свидетельство, еврейское, христианское свидетельство в Израиле. Его основали миссианские евреи Дэвид Барон и Андрос Шонерберг. Мы уже слышали имя Барон, да, в истории с Рабиновичем? Или не слышали? А, да, они встречались, я говорил об этом. И вот, значит, они делали упор на проповеди Евангелия как еврейского учения, то есть они говорили Евангелие, это еврейское учение. И они говорили, что Иисус Сын Божий, но и еврей, который пришел к своему народу и к другим народам. То есть они делали это учение интернациональным и еврейским, ну как бы с еврейской составляющей. Они создали центр в еврейском квартале Лондона. Ну, что такое миссия вообще, чтобы вы понимали, как устроена была миссия. Например, в Одессе был дом, в этом доме было помещение, в котором жили миссионеры, люди этот, был зал, где проводились какие-то служения, мероприятия, и была библиотека, где могло быть как кафе, они собирались, кушали, пили чай, общались, читали писания. То есть был какой-то центр, центр, и этот центр содержался, были церкви, которые содержали, например, как бы лютеранские церкви, они собирали пожертвования, содержали этих миссионеров, и были независимые служения, которые жили за счет пожертвований других. Вот мы с вами сидим, а давайте мы пошлем вот этим братьям пожертвования, чтобы они могли продолжать свою работу. В чем был плюс независимых миссий? Они не зависели от церквей и их доктрин. Они могли проводить в жизнь более такую гибкую политику. То есть праздники Господни будем праздновать. Шаббат, для евреев шаббат важен, будем проводить евангелизационные собрания, а в воскресенье будем собираться вместе и славить Господа. Будем проводить пасхальный седр. А если бы, например, в какой-то церковной организации сказали, нет, нет, нельзя, мы запрещаем. Вы христиане, евреи, веруйте, как все остальные, как все правильные верующие. Но это не в истории. Итак, смотрим дальше. Со временем этот центр, он стал первым, он превратился в конгрегацию, в церковь, в церковную, в общину. Она называлась Первая еврейская христианская община Лондона. И они выпускали журнал, газету, которая распространялась по Европе, распространялась в еврейских центрах Европы. Итак, смотрите, они приехали в Венгрию и начали там свое служение. И там барон познакомился с Ленхенштейном и началась их подотворная работа, их подотворное служение. «В самом начале я делал свое публичное и честное признание», говорит Ицхак Ленхенштейн в своей брошюре «Обращение к еврейскому народу». «Это результат моей внутренней борьбы и серьезных размышлений. И это мое непоколебимое неизменное убеждение. Как старый еврей, как раввин, состарившийся на служении моему народу и верный закону, я откровенно признаю, что Иисус предсказанный Мессией Израиля, пришествие которого наш народ и мы долго ожидали. Он пришел. И теперь это мой крик ликования. И если Бог пожелает, моя жизнь будет служить для того, чтобы сделать его известным». Вы помните, что Иринхенштейн оставил свое место, и он был вынужден уехать из этого города, и он уехал в Будапешт. Он поселился в Будапеште. И там же он начал общаться с преподобным Вейн Муди, он был пастором Свободной Церкви Шотландии. И вот что произошло? Это общение, общение, просто он стоял с пастором, они начали общаться. Иринхенштейн начал рассказывать в спасении. И что произошло? Представьте, на стене церкви висела доска с надписью «Бейт Хамедраш» на еврите. И тексты на еврите, приглашающих евреи на встречи. Само общение сосредоточено на псалмах, иногда разбирают книги пророков. И затем многие пишут «Равин Ринхенштейн обычно с нами. Он читает стихи из Писания и предлагает свои комментарии, которые часто поражают нас своей глубиной, и они интересны и познавательны». Он не читал лекции в Будапеште, как это он делал в Гамбурге и Лондоне, но он готов принять участие в наших встречах и прочитать несколько лекций для евреев. Заметьте, общение с этим человеком и церковь открылась для евреев. Понимаете, да? Мы вообще служение мессианских евреев это служение примирения. Мы миротворцы. Мы мостик между Израилем и церковью. Бог призывает нас, чтобы мы приносили мир и единство в церковь. Если мы посмотрим на служение Рабиновича, мы посмотрим на служение Линхенштейна, мы посмотрим на служение Розенберга, через них Бог соединял церкви. Поймите, это сейчас у нас такое разнообразие, есть там такие, такие. Тогда были определенные направления, были лютеране, были епископальные церкви, англикане, были баптисты, пятидесятники потом появились, харизматок даже и не знал никто никогда. Понимаете? Но что делали эти люди? Эти евреи имели общение со всеми священнослужителями и они их начинали знакомить. И люди с разных доктрин, разных церквей вдруг находили себя, что они оказываются христоцентричность. Они видели Христа. Они объединяли верующих разных конфессий церквей вокруг Христа, вокруг Ишуа. И они начинали вместе поклоняться, что никогда не было, потому что ты друг мой ешь хлеб свой, в чужой монастырь со своим уставом не лезь, на эти поговорки. А они говорили нет, это неправильно. Христос, Иисус, Христос, спаситель мира, Иисус, Христос, спаситель мира. Мы ученики его. Это было так, это происходило. Вы знаете, что первую кафедру Варанаев, тот, кто начал пятидесятческое служение, получил в общине еврейской христианской общине Одессы. Вот этот человек, о котором мы сейчас говорим, Вейн Муди, преподобный Вейн Муди, он был пастором Свободной Церкви Шотландии, это англиканская церковь. Но он проповедовал евреям, он был открыт для них. И в будущем они начали сотрудничать с баптистами, они начали с разными другими динаминациями. И они создали молитвенный союз, христианский молитвенный союз за Израиль. Они молились за Израиль. Израиль объединил, понимаете? Вот почему дьявол уводит евреев от Христа. Он понимает, что придет понимаете? Это очень важно. Наше служение не просто мы достигаем евреев, как знаете, вот просто этническую группу. Есть корейские церкви, они корейцев достигают. Есть индийские церкви, они индийцев достигают. А мы еврейская община, вот мы евреев достигаем. Не только. Наше призвание внести целостность в церковь Божью. Знаете, машина есть, вот представьте себе стоит машина, и вот она, ты ее заводишь, она заводится, работает, газ, все работает, но она не едет. Почему? Шестеренки маленькой нету. Нету маленькой шестеренки. Вот эта шестеренка становится на место, и машина развивает гигантскую скорость, продевает большие расстояния. Мессианское движение это шестеренка в теле церкви. Оно вроде как бы незаметное, но без этого, этой шестеренки нет движения. И наше призвание нести спасение церкви войти в полноту. Чтобы вот эти, помните, мы говорили об одном новом человеке, да? Глава Христос, глава Машиях. Поймите, это очень важно. Итак, смотрите, что происходит дальше. Линхенштейн начинает путешествовать с Дэвидом Бароном по Европе. Для них открываются церкви, и для них начинают открываться реформаторские синагоги. То есть, что происходит в то время? Были, вы помните, хасиды, да? Были литваки, тамудическая, и были реформаторы. Это реформаторы, это были евреи, которые считали, что иудаизм устарел, и его надо внести современные какие-то ноты. И они как бы начали такое движение, движение обновления внутри синагоги. И появилось такое течение, реформаторское течение. Чем они отличались? Ну, во-первых, у них проповедовалось на языке страны, в котором они находились. Потом у них был хор, они пели хоры такие, знаете, еврейские. Помните, в фильмах приходит еврейский хор и начинает что-то петь? Вот еврейский хор. У них был кантор, который тоже пел, знаете. они не делали упор на схоластике, не делали упор на талмуде, они делали упор на практике. То есть зачем исполнять обычаи, которые уже не можно исполнить? скажем так, тахилет, кто знает заповедь тахилет? Тахилет это голубая нить цицит в кистях. Ортодоксальные евреи не не красят голубую нить. Почему? Потому что краска, которой красилась эта нить, она должна быть натуральной, из определенного моллюска и определенного цвета. Но так как рецепт был утерянный, никто не знает какого она должна быть цвета, поэтому мы не красим, чтобы не расстроить Бога, чтобы не нарушить заповедь. И тогда они говорят, а зачем ее вообще красить? Вообще зачем? Давайте покрасим просто в синий цвет, да и все. Бог сказал красить в синий цвет? Красим в синий цвет. И конечно для многих ортодоксальных евреев это было кощунство, святотатство и реформаторов тоже отлучили. То есть хасиды были отлучены, они друг друга поотлучали, в общем получается. И каждый старался жить в своей синагоге, в своем обществе. То есть были реформаторские, реформаторские синагоги в основном были в Европе. Германия, Венгрия, ну понимаете, Скандинавия. Хасидизм он был в основном у нас. Вот черта оседлости, Польша, сефарды, вот это сефарды, это которые больше так тоже талмудические, это были туда. Болгария, ну страны Пиренейского. То есть вообще иудаизм он многогранен. Он очень, ну он нету там знаете, есть еврейская вера. Вот помните, мы говорили, Владимир крестил Русь в христианство. На самом деле мы понимаем, что он действительно крестил, ну в какое христианство он его крестил. Так же самое иудаизм. Есть еврейская вера. Я исповедую иудаизм. Какой иудаизм? Реформаторский иудаизм, есть прогрессивный иудаизм, есть ортодоксальный иудаизм, есть хасидизм. Какой иудаизм? Какой мессианский? А вот такой, христианский. Мессианско-христианский. Итак, смотрите, то есть для него начали открываться двери реформаторы. Кстати, очень интересно, что реформаторы начали по-другому смотреть на Христа. Они назвали Христа, знаете, как? Они назвали его великим реформатором. Они назвали его учителем. Они говорили, да, да, он учитель нравственности. Он великий учитель, он принес Бога другим народам. Он принес Бога язычникам. Нам он не нужен. У нас уже с Богом отношения налажены. А вот других не было. И поэтому Иисус пришел для них. Это называется теория двух заветов. То есть Иисус пришел к неевреям, а у нас все в порядке, потому что у нас уже есть отношения с Богом. И поэтому они были открыты для Линхенштейна. Линхенштейн приходил и говорил, нет, но есть семечки уже были посеяны. Смотрите, очень интересно в том теории этих двух заветов, что она жива до сих пор. Мы до сих пор иногда сталкиваемся с этой как бы в современном государстве Израиля Иисус действительно воспринимает Иисуса как учителя нравственности. Просто Павел плохой. Это Павел в обществе. А на самом деле Иисус был хорошим раввином евреем, который пришел и принес истину для своего народа. А Павел его обожествил. Ну, опять крайне. То есть, понимаете, что делает дьявол? Дьявол берет хорошую вещь и опошляет ее. И все. То есть, Иисус из Господа Спасителя становится просто хорошим учителем. А все его последователи это просто обманутые люди, которых какой-то непонятный парень обманул. вот тогда у меня возникает вопрос, почему апостолы были готовы умереть за него? Почему апостолы шли на смерть? Что-то не знали, наверное. учитель нравственности или Машеях воскресший. Ответ от Господа на ожидание народа или человек, который был мудрым. Понимаете? Я не думаю, что помните, как Иисус говорил, что кто умрет, да, может быть, только кто-то сделал какое-то благочестие, да? Благодетеля, за благодетеля. Но они были готовы отдать свои жизни за Мессию, за Его Слово, потому что Он истинный Мессия. И поэтому смотрите, что происходит дальше. Во время поездки в 1896 году Рави Линхенштейн заболел. Его самочувствие уже не позволяло ему участвовать в миссионерских поездках. Он уже был старенький, послушайте. Он был уже старенький дедушка. И смотрите, он хотел, он понимал, что то, что он может делать. Он писал, он писал, он много писал, он писал книги, он говорил какие-то лекции, но его была мечта. Он хотел, чтобы была еврейская церковь. Он говорил, я хочу, чтобы была еврейская церковь, как я буду счастлив присоединиться к ней. Будь она 20 лет моложе, то приложил бы все силы и попытался бы ее создать. Его мечтам было суждено исполниться. В Венгрии было большое пробуждение евреев. Мы вчера говорили, да, до 90 тысяч. То есть были целые общины, церкви евреев, верующих в мессию. Миссии большие. Они проводили симпозиумы, конгрессы, конференции евреев. Я хочу, чтобы вы загорелись мечтой. Послушайте, я рассказываю эти биографии не потому, что мне хочется сидеть на этом месте и говорить, какой я умный. Я копался, я искал. Я хочу, чтобы вы захотели, у вас была мечта. Мечта увидеть Христа творящего. Мечта увидеть евреев спасенных. И не евреев спасенных. Потому что помните, за полу одному хватится 10. Послушайте, когда приходит я тут нашел интересный момент. Посмотрите, человеческая история наглядно свидетельствует о том, что дискриминация по национальному или другому признаку приходит к социуму, к деградации. То есть, когда люди начинают кого-то окозлить, извините за выражение молодежное, мир приходит к социуму, общество, оно приходит к деградации. То есть, оно уничтожается. По словам еврейского историка, любая страна, которая поддерживает государственный антисемитизм, заканчивает свою историю развалом или упадком. И еще, еще, Господь относится к народам так, как они относятся к евреям. Кстати, именно после еврейских погромов Богдана Хмельницкого Украина потеряла свою независимость. Ну, то, что это нормально, это напоминание нам о том, что в будущем не должно произойти. Можно смотреть на эти вещи по-разному. Можно смотреть и видеть, что это предупреждение для нас, чтобы мы не допустили подобного. Послушайте, действительно, в то время Украина могла стать независимым государством, но когда они начали резать евреев, убрал свою руку с Украины. И мы до сих пор имеем, что мы имеем. И действительно, так было с Римской империей, которая разорила Иудею. Помните, да, Рим, Великий Рим, разорили, храм разрушили, евреев поубивали. Что стало с Римом? Где Рим? Где Римская империя? Где Великая Византийская империя, которая потом начала Рима? Нету ни Византии. Рим остался. Италия потом только была Италия только собралась в каком? В 19 веке Гарибальги и в 18 веке Гарибальги собрал из разных княжеств одно государство Италии. А до этого это были маленькие княжества, которые дрались между собой, выясняли отношения. Великая империя. Трон или маленький народик. Где империя? Нет империи. Давайте посмотрим дальше. Так было с Испанией. Помните испанцы сильное государство флот который захватил полмира захватили они Южную Америку золото текло рекой тронули евреев где Испания вот сейчас с Каталонией выясняют отношения. Что происходит дальше? Польша Польша действительно была сильным государством Великое королевство Польши как только они начали трогать евреев Польшу разорвали на три части Хорошо Российскую империю я молчу Советский Союз Поймите в Советском Союзе был знаете его называют ласковый антисемитизм бытовой антисемитизм нежный антисемитизм то есть открыто не говорили мы но все говорили наступит время знаете этот анекдот когда судят одного офицера за то что он в троллейбусе ударил еврея и говорят ну почему же вы офицер коммунист ударили вы понимаете я еду в троллейбусе и мне мужик поп-хоп по плечу говорит можно понимаете то есть люди антисемитизм он воспитывался у нас и погромы были и поверьте мне это другая история это другое ну о другом другое время другой цикл лекции другой цикл о котором можно поговорить антисемитизм он бывает знаете разным и то что происходит к сожалению ну когда касается евреев когда ты касаешься бога да что написано ты касаешься чего зенициока божьего а что страшно попасть в руки какого бога да вы что а люди часто тыкают богу в глаза и говорят а почему у нас проблемы но заметьте те страны которые благословляли Израиль они процветали не потому что потому что может евреи действительно не всегда были мы говорили о том что не всегда евреи были в правильном положении бог всегда в правильном положении бог верен своему слову и вы поймите что когда евреи приходили ко Христу они благословляли церковь они приносили жизнь в церковь то что мы говорили епископ шанхайский шершавицкий да который перевел на новый завет на язык Китайский язык, он составил китайскую грамматику Я, кстати, вчера немножко ошибся Человек, который написал японскую грамматику Это был немножко другой, но он тоже был евреем Сейчас я вам скажу, как его звали Я нашел это сегодня Его звали На самом интересном месте уходите Так, сейчас секундочку, я попрошу, простите меня Ага, вот он Его звали Бернард Джин Бетлехайм И он, доктор Бетлехайм, венгерский еврей Был первым протестантским миссионером в Японии Принявший Иисуса как своего спасителя в Смирне Он жил в течение 10 лет на островах Японии И перевел на наш язык значительную часть Нового Завета Он также составил грамматику и словарь японского языка Работа доктора Бетлехайма в Японии не была забыта В 1926 году, через 57 лет после его смерти Ему возбегли памятник и признали его заслугу Как врача, переводчика и учителя-миссионера Поймите, евреи и христиане были благословением для церкви Они приносили жизнь, они приносили нестандартное мышление Они открывали новые горизонты Итак, что происходит дальше? Крещение Как и в случае с Рабиновичем Мы отвечали, что для евреев крещение Это было публичным актом отказа от своего еврейства То есть была такая тенденция И перехода в другую веру Ну и поэтому до конца своей жизни До конца своей жизни Ленхенштейн официально не принимал крещение ни в одной церкви Он понимал, что это нужно Он понимал, что это важно Но он говорил так Это посвидетельство вот этого преподобного Моги Я неоднократно говорил с ним о крещении И пытался показать ему, что если он полностью исповедует Христа Он должен креститься Но до сих пор Ленхенштейн утверждал Что если он будет крещен Он наружит связь со своим народом И что этим самым он потеряет влияние на своих оппонентов Но по свидетельству Арнольда Франка Евреев-христианина-пастора из Германии Незадолго до своей смерти Ленхенштейн принял крещение в домашней микве И даже что сам Арнольд Франк его крестил Итак, то есть как важно Как важно заметить для евреев Чтобы это было по-еврейски То есть когда в мессианской общине проходит твила Это немножко другое Понимаете? Потому что крещение Это не то, что придумала церковь Это то, что было изначально в Израиле Итак, мы подходим к завершению его последние годы С 1899 года еврейское христианское свидетельство в Израиле Были постоянные сотрудники уже в Венгрии Миссионерская работа среди евреев внутри страны получила новый импульс Они не прекращали своего сотрудничества с Ленхенштейном Дэвид Барон сообщает, что их двухдневное пребывание в Будапеште в 1901 году в мае Было проведено в основном с Равином Ленхенштейном Согласно Барону, нет сомнений в том, что несмотря на то, что Равин не присоединился ни к одной христианской динаминации И сохранил особую нейтральную позицию Он сделал больше работы, чтобы поднять вопрос о христе в иудаизме Чем многие миссионеры То есть, еще раз попробую мысль эту объяснить Он занимал нейтральную позицию Он не присоединялся ни к одной церковной динаминации Папа Римский прислал к нему посланников Они предлагали ему деньги, кафедру Они предлагали ему привилегии Если он только согласится стать представителем их миссии Ну, скажем, католической миссии Даже не надо быть католиком Просто, чтобы его имя было написано Ленхенштейн, миссия католическая И он говорит, нет, ребята, я остаюсь со своим народом То, что мы читали вначале Я верю в Иисуса Я читаю Новый Завет Но я остаюсь со своим народом Я готов плакать с моим народом Чтобы взывать к нему Но я его не оставлю И этим самым он сделал много больше Гораздо больше, чем многие миссионеры Которые говорили, может быть, хорошие, но пустые проповеди В 1903 году Раби Ленхенштейн находился в Лондоне И барон подвел итог Мы печатали и раздавали брошюры Раби Ленхенштейна В тысячах, в сотнях Послушайте, они написали сотню тысяч Ну, как бы, сотни тысяч экземпляров Этих брошюр Да? Но вы поймите, что то время Это было, как бы, то, что сейчас интернет Сейчас это же самое можно делать Немножко в другом В других позициях Итак, смотрите И распространяли по всему миру И этот факт, что многие евреи в разных странах Обратили внимание на Христа И его учения Только благодаря трудам Раби И мы уже подходим к окончанию Нашей истории Но я хотел бы просто еще раз Обратить ваше внимание Кажется, этот человек Ну, как бы, не сделал то, что сделал Рабинович Рабинович организовал общину, да Он поднял какие-то ученики У него были какие-то последователи Он ездил по странам Он проповедовал Он издавал книги Он писал То есть, какой-то такой очень большой Ренхенштейн Ну, что он Ну, он тоже ездил, говорил Общину он не сделал, да Ну, что можно сказать Но именно его статус Как раввина Который уверовал в Вишуа Который не побоялся это признать Который отвергал все Все какие-то подачки Которые люди платили Чтобы использовать его имя, да Его самоидификация Как еврея-христианина Еврея, верующего в Христа Она принесла не меньше плода Его брошюры, его книги Читали многие тысячи евреев Его брошюры читали В христианских церквях Многие христиане Обращали внимание на Израиль Потому что они знали Что есть раввин, уверующий в Христа И который говорит такие вещи Это очень важно Он хранил свое имя в чистоте Он, ну, скажем Он не делал пиар на себе Он был тем, кем он был всегда И он сотрудничал Со многими этими миссиями Я вам хочу сказать Что еврейская вот эта миссия Барона, да Это было интересно Что она имела отношение И с Украиной, с нашим миссианским движением Потому что в 1917 году В городе Киеве Была начата Еврейская христианская церковь Под предводительством Пастора Петра Городища Фамилия у него Городищ И они просуществовали До 1927 года То есть И эта миссия оказывала помощь Оказывала помощь этому пастору И этот пастор был родом Ну, как бы начинал свою жизнь Своё служение в Одессе Вообще не Розенберга Который общался с Помните, да С Гурландом Который в своё время Знал Робиновича Как связан мир? Как связан этот еврейский мир? Поймите Они друг друга обогащали Понимаете? И то, что произошло Эта миссия И вот именно Линхенштейн Оказал влияние на этого барона И направил его Именно непосредственно на Россию И барон имел общение И с тем же Робиновичем Кстати, исторический факт Робинович и Линхенштейн встречались Они имели общение Была короткая встреча Это как раз когда Робинович Крестилась семья Робиновича Его жена, его дети Они имели общение И во многих вопросах Они пришли к Коммунике К взаимопониманию То есть они согласились Что евреи, верующие Вишуа в Христа Остаётся евреем И то, что Евреи нуждаются В своей церкви В своей общении Где они могут жить И выражать свою веру По-еврейски И они согласились Что крещение Должно быть Не должно Крепостить еврея К определённой церкви Крещение Это привязывать И крещение Это Завет с Богом И он не меняет человека Он просто утверждает веру То есть И они вот Вы помните, да Робинович Он даже написал Специальную форму Богослужения На еврейском языке Для таких случаев Хорошо Мы подходим К завершению В 1909 году Линхенштейн Тяжело заболел Когда он понял Что наступает конец Он сказал В присутствии Своей жены Передай мою горячую Благодарность И приветствие Моим братьям И друзьям Доброй ночи Мои дети Доброй ночи Мои враги Вы не сможете Больше ранить меня У нас один Бог И один Отец И один Мессия Который отдал свою жизнь На древе страданий За спасение человечества В его руки Я отдаю мой дух 16 октября 1909 года В 8 часов утра Пятницы В канун Симхат-Тара Почтенный Равин Отошел к своему Господу Ну мы все Отходим к Господу Вы знаете Отходим И отойдем Я согласен Каждый в свое время Знаете Но Я к чему веду Что на этом Не кончается Жизнь И то что делал Рабинович То что делал Линхенштейн Оно имело Последствия Многие Тысяч Евреев Спасались Церкви Реформировались Приходила жизнь И понятно Что приходило Противление мира Дьявол Уничтожал Евреев Дьявол Уничтожал Церковь Понимаете И мы Всегда Будьте готовы Знаете Быть в еврейском Служении Очень тяжело Потому что Ну Враг старается Всегда выбить Кого Тех Кто опасен Да Знаете Есть такая Генерал Батутин Когда-то написал Такую Памятку Снайперам В начале Бей командира Потом Бей тех Кто кажется Бей связистов Бей тех Кто выражает Какое-то Рвение Потому что Кто может взять На себя Активность Кто может взять На себя Какую-то Активность В конечном итоге Когда ты это Все сделаешь Враг будет Деморализован То есть Дьявол делает То же самое Он бьет По пастырям Он бьет По евангелистам Он бьет По служителям Он бьет По еврейскому Служению Потому что Он понимает Потому что Он понимает Что это Начало Его конца Поэтому Еврейское Служение Оно важно В церкви Оно важно Во-первых Для спасения Еврейского народа И во-вторых Для единства Церкви Мы призваны Нести Единство Мы призваны Быть теми Кто принесет Мир В церковь Мы призваны Быть теми Кто провозгласит Еврейского Машеха Еврейского Мессию В Израиле И в каждом городе В каждой стране Я верю Что Сегодняшний урок Это не просто Биография Интересная Биография Людей Я верю Что это Начало Вашего путешествия Путешествия С этими людьми Знаете Евреям Одиннадцатая Глава Она говорит Что Мы смотрим На их Жизнь Да Чтобы научиться Люди веры Это люди веры Они заплатили цену Их отринули Свои Их не приняли Те кто Они хотели Думали что Они будут свои Они платили цену Потому что От того же Ленхенштейна Над ним издевались Просто Подкупали его Парикмахера Чтобы он ему Корежил бороду Там Ну Писали гадости Писали про него Всякую ложь Клеветали на него На того же Рабиновича То есть Они платили цену Но они оставались Верными до конца И я хочу Чтобы мы тоже Были верными до конца И Пусть Господь Благословит вас Вы студенты Еврейского Библейского Мессианского Института И вы тоже Часть истории Может Когда-то о вас Будут говорить Историю Может быть Кто-то Будет вспоминать Тот момент Когда вы сидели В этом зале И Бог Что-то Производил В ваших сердцах Может вы приведете К спасению Апостола Павла В современности Человека Который изменит мир Мечтайте Мое послание Сегодня Смотрите на этих людей И мечтайте Мечтайте быть такими Как они И воплощайте Эту мечту В жизнь Делайте Созидайте Стройте Молитесь Ищите Платите цену Не бойтесь Насмешек Это важно Эти люди Заплатили цену И показали Что они могли Это сделать И Бог доказал Тысячами и тысячами Спасенных людей Вы Такие же самые люди Поэтому На этом Мы завершаем Сегодняшний урок Завтра Встретимся 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 Встретимся